Целый килограмм народища приперлась, чтобы поучаствовать сегодня в этом шоу. Факунда Арана. Это уже концовка всех съемок, но это будет начало для шоу, которое вы сейчас видите. Оно называется «Вопросы за бабосы». Пять вопросов, кто отвечает правильно на них, получает за это бабосы. Факунда Арана, можно тебя снимать? Снимай их, делай, что хочешь. Холодно, надень перчатки. Одень перчатки, конечно, не мой месяц. Я Жека. Опа, придется снять перчатку. Привет. Как звать-то? Дмитрий. Всему народу. Я, честно признаться, хочу пысать, поэтому я немножечко сейчас пока в этих мечтаниях о том, чтобы опорожниться. И к чему я все это говорю? Чем ты вообще по жизни-то занят? Работаю в океанариуме аквариумистом. Вот такая профессия. Классная профессия. Я перехотел писать. Это знак хороший. Что является грамматической основой предложения? Блин, вот сразу попандос у меня. У меня все вопросы нормально, а по-русскому всегда косячу. Грамматическая основа грамматического предложения подлежащая, сказуемая. Это великолепно. Второй вопрос из рубрики «Угадай, молодое хлебало». А, да-да, знаем такую тему. Так, ты сюда пока не смотри. Ты задаешь вопрос, на который я могу ответить, да или нет. Вопросов может быть бесконечное множество. Нам торопиться некуда, поехали. Значит, русский. Да. Хотя хрен просытых всех. Ну, из русскоязычной среды. Актер. Певец. Было дело, да. Певец. Певец, певец. Рэп читает? Да. А, может быть, который в такой батлах участвует, нет? Современный такой, молодой. В батлах участвует? Ну, там есть такие рэп-батлы, такая движуха у этих молодых. А, знаю я. Не из этой тусовки. Не, не из этой тусовки. Песни поет. А, ну, какие там есть? А, включи уже не видно. А, все уже не видно. Какой-нибудь там MC Noise. Какие там есть? Ну, рэпер. Рэпер? Рэпер, блин, я их вообще не знаю. Этот, такой лысый, сейчас скажу, который Оксимирон. Вообще, у него волосы есть. Есть волосы? Ага. Ну, ладно, я скажу, просто этот, как его. Так, он питерский. Нифига подобного. Московский. Да, скорее. Московской тусовки. Еще тот тусовчик такой. Может, у него есть крутые и знаменитые клипы на Ютубе, где там... Полюбас у него есть. А, может, он с каким-нибудь... С Тимати тусуется? С Тимати? Может, это Тимати? Давай, шару! Поехали! Тимати? Фу! Я думал, не отвечу. Ты такой энергичный. Я пока какая-то галая потаскуха. Найди проверечное слово для слова «вода». Проверечное слово для слова «вода»? Ну, я так понимаю... Опять по-русскому, не люблю эти вопросы. Буква проверяется «о» или «а», правильно? Ну, типа, да. Ну, и, соответственно... Пишется же «вода», правильно? Ну, естественно, надо подобрать слово с ударением. «водный». Хорошо. Четвертый вопрос. Что означает слово «латентный»? «Латентный». Ну, вот есть такое слово «латентный гомосексуалист». Надеюсь, это не надо будет вырезать, потому что запрет пропаганды. В общем, это означает, как бы, что у него это свойство, как бы, скрыто. Что оно с нем спит и может в какой-то момент пробудиться. То есть, потенциальная спящая какая-то возможность. Что такое Кот-Тире Д'Ивуар? Кот-Д'Ивуар. Ну, это страна такая. Нет? Потому что... Ну, я могу сейчас, если ошибся. Кот-Д'Ивуар. По-моему, это такое государство. Островное, по-моему, какое-то. Кот-Д'Ивуар. Слушай, какой-то... У меня даже есть варианты ответов. А, давай варианты вообще. Ну, ты все верно ответил. Это все равно интересно, что послушать. Это порода кошек, музей в Париже, сорт вина, государство в Африке. Государство в Африке. А теперь я буду читать информацию. До 1986 года название этого государства подвергалось переводу. И на русском языке звучало, как берег слоновой кости. Очень скучно я веду сегодня передачу. Да нормально. Позорище. Держи, желай всем, что ты хочешь. Пока я в кассу лезу, все дела. А можно рекламой пользоваться? Так, всем желаю добра, весеннего настроения. И, пользуясь случаем, хочу всем передать. Подписывайтесь на замечательную группу ВКонтакте «Выдрячий андеграунд», а также группу в Телеграме «Выдрые мемы». Я являюсь незаменимым ее участником. Подключайтесь на движуху. Всем пока. Слушай, ну вот, держи свою тыщенку. Спасибо. Спасибо тебе, Зимон. Спасибо. Салям алейкум, чикаган. Если что, может, еще какие-нибудь идеи можно писать. Если я захочу «Выдрог» потрогать за ее яички, я обязательно тебе напишу. Да, так, пожалуйста, есть услуга. Можно прийти с ними потусоваться, покормить, пообщаться. Не вопрос. Я, как латентный зоофил, с удовольствием воспользуюсь этой услугой. Все, Диман, спасибо тебе большое. Все, адьо. Да, здорово. Да, заходи сюда, чтобы прям камера нас видела. Как зовут тебя? Меня Лусар зовут. Меня Жека, если что. Очень приятный. Как делишки вообще? Да, нормально. Что к чему? Вопрос не понял, короче. Не обещать. Ну, как вообще, бро? А, нормально все. Ты сам как? По-хорошему. Чем занято вообще? Ну, вообще, по идее, я охраняю. Ну, в чопе. Есть ствол? Не, разрешения пока нет. Чего храняешь? Ну, у нас это разные объекты. Здорово. Вопрос номер один, да? Ну, давай. Поехали. А кто приютил дюймовочку на зиму? Ну, вообще, по идее, так, она от крота убежала. Ну, вот кротиха. О, этот какого. Погоди-ка, давай так, вот так, вот так, четко стырый. Четко. Ну, что-то с мышью связано вроде бы, да? Ну, так кто в итоге-то? Что значит связано с мышью? Все-то в верном пути идешь, но зачем это связано? Кого-то связывать надо. Зачем нам это надо делать? Давай не будем никого связывать. Представь, забыл. Ты все правильно сказал. Крот? Да, без связей. Кротиха, да? Нет. Мышь? А, мышь. Мышь. Мышь, все нормально. Ты не волнуйся, иди сюда поближе. Спасибо. Итак, смотри. Без изменений, каждый день как бы снимаешь. Я понимаю. Наши операторы наверху смотрят нас. Че? Наши операторы только наверху смотрят нас. Че, как они смотрят? В смысле, по камерам. А, да? То есть, ты же охранник, ты должен по камерам смотреть. Ну, да. А какие операторы смотрят? Ну, у нас другие еще есть. Че за операторы? Для СБ. ФСБ? СБ. Клубой безопасности тоже. Повыше. Такие они крутышки, конечно. Ну, да. Что означает профан? Вот честно, не знаю. Варианты. Это дилетант, профессионал, фанат, доброволец. Скорее всего, доброволец. Можно я так отвечу? Можешь, конечно. Базара ноль. Ну, ты можешь еще подумать. Дискуссировать. Дилетанты, это типа неумелый. Вот, например, тебе к тебе подходят на работе и говорят, братишка, ну ты профан своего дела. Ты такой, ну да, конечно, я профан своего дела. Что имели в виду? А, это типа как бы фанат, короче, да? Да вот я у тебя и спрашиваю, брат. Я же тебе сейчас не могу прямо ответить, потому что ты же отвечаешь сейчас на вопросы за бабушку. Ладно, минус один вопрос, я, короче, не его, не смогу ответить. У тебя есть четыре варианта? Ну, я сказал доброволец. Доброволец. Итак, сейчас смотрим в камеру прямо. Это, братан, неправильный ответ. Не вопрос. Не вопрос. Ну, все, что-нибудь пожелаешь, там, может, жене привет передашь. Да, могу, ну, хотя уже, ну, хотел жене свою передать Танюше. И чтобы вот я канал так же продвигался вперед. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, спасибо. Вот хочу похвастаться, вот такую толпу сейчас собрал, блин, бешеную. Вот такой, кто блогер здесь, да? Чувствуете, блин? Привет. Всем привет. Давайте как-нибудь так встанем, чтобы была сумасшедшая картиночка у нас. Давайте знакомиться. Меня зовут Павел. Волнуешься, да, Пашка, вижу, трясется губишка немножко. Да, боюсь камер. А тебя как зовут? Вера. Что скажете про себя, расскажете? Мы приехали позавчера в Питер и как раз хотели попасть на съемку, но она отменилась. Да, хорошо, что перенесли. А то мы не успевали, мы уже торопились так, но повезло, что перенесли. Откуда приехали? Из Москвы. Я родился здесь, живу в Москве. И что, смотрите всю эту погоню в ютубе? Вообще, да, каждый выпуск. Особенно после перерыва годичного, да, который был. А, вы еще до этого зрели? Да. Ну там по пять минут шли выпуски, так-то не очень было. Вот сейчас. Сейчас ништяк, да? Да, сейчас вообще. А я тот выпуск сделал коротким, как вам так, а тем не видели? Мне не понравилось. Мы тоже любим посидеть, залипать подольше, а так 20 минут посмотрел и не очень. Лучше оставить полное. Так, подожди. Какой праздник справляла муха, сокотуха? День рождения. Именина. Именина. Вопрос номер два. Как называются слова, противоположные по значению? Антонимы. Вопрос номер три. Музыкальный? Интересный. Во сколько раз солнце больше земли? Есть варики? Да, варианты. Вариант номер один. Что-то мне кажется, мы как-то паршиво стоим с тобой. Поближе подойдем сюда. Ништяк. Вариант номер один. В три раза. В три миллиона триста тридцать тысяч раз. В триста тридцать три. В триста тридцать три тысячи триста тридцать три раза. Или в триста тридцать три раза. Я сам уже запутался. Так. Первая в три раза. В три раза. Потом в три миллиона. В триста тридцать три тысячи. Либо в триста тридцать три. Я думаю, что в триста тридцать три тысячи. А что ты так думаешь? Прикинул? Просто прикинул визуально. Прикинь. А это правильный ответ. Скучно? Нет. Нет? Нет. Сосредоточены. Весело будет потом. Это что за... А, подожди, 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 подожди. Рубрика «Музыкальная хлебала». А, музыкальная хлебала. Какой хлебала? Узнай молодое хлебало. А, узнай молодое хлебало. Дорогие телезрители и жители Санкт-Петербурга. У меня скоро будет съемка нового шоу, которое будет связано с караоке. Как это будет выглядеть точно, пока я сам не понимаю. Но в людном месте я припрусь с колоночкой, с микрофончиком. И мы будем петь караоке. Это будет батл караоке. Там будут призы, все дела. Все будет классно. Поэтому, кто поющий, кто любит попеть, кто хорошо поет, кто не стесняется, приходите поучаствовать. Как узнать о том, когда будет съемка? Залезайте в мой инстаграм. И там, в сторисах, я буду оповещать о том, что я снимаю там-то, сям-то. Вот такой появился у меня аппарат. Мне подогнали колоночку, которая качнет, ребята. Это колонка Vibe Nitro 200. Когда я включаю, она даже говорит, кто она по жизни. Vibe, ребята. Это Vibe. Короче, порадовала меня эта красоточка. Я давно мечтал о такой мандуле. Сам я любитель JBL. У меня дофига колонок JBL. Здесь, тут, там, JBL. Ну, вы знаете, что такое JBL. Это хороший, качественный звук. И вот такие мандулы я юзал уже. А в основном было полное, извините за грязь во рту, говнище. Где был некачественный звук. Где в микрофон ты говоришь. И неохота даже слушать свой голос. Сейчас эта колоночка порадовала. Она стоит, наверное, тысяч примерно 20. Я не буду лукавить. Мне ее подарили для того, чтобы я огласил о том, что есть такой аппарат. И аппарат мне действительно понравился. Я заюзаю эту колонку по полной программе. И вы ее еще много раз увидите и посмотрите, на что она способна. Потому что фантазии о том, какие выпуски мне снимать, используя ее, у меня целый килограмм. Мы где-нибудь соберемся в людном месте. Все это вот. У меня все есть. Микрофон. Теперь уже колонка. И как караоке-шоу замутим. Можно еще воткнуть гитару. Я уже позвонил там своему товарищу. Мы с ним гитарку сюда воткнем. Очень я счастлив тем, что у меня появилась вайп Nitro 200. Все. Вот такая была информация. В описании все еще подробно о том, что я сейчас сказал про новое шоу караоке. И о ней я еще напишу. Что это за кличка малыш у него? Ты мне задаешь вопрос, и я говорю, да нет. Он русский? Нет. Он актер. А, ну, актер, наверное, да? И это есть такое дело. Сейчас. Так, он снимался последний раз. В каких фильмах? Хрен просыт. Так. Ты можешь, может быть? Можно? Конечно, да. Задавайте вопросик, ребят. Пропал. Знаете, такая игра есть. Там даже никто тебе ничего не показывает. А нас не обольют, смотрите, там водой. Будем надеяться, что нет. Ну, давай. Так. Значит, это актер, так? Чувствует мой секилечек, что этот вопрос будет на... Все-таки нас сейчас зальют, по ходу дела, да? Не, не зальют. Продолжаем. Так, это актер. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. Аллилуйя, проскочили. Так, какой же вопрос? Там вопросов много задавай. Чувствую, этот выпуск будет на полтора часа. Ну, да, наверное. Так. Вопросы, вопросы, бро. Да, да, он сейчас, ну, уже старая, я понимаю, старая фотка. Да. В каком же фильме мог сниматься? Я сейчас усмотрю. Он снимался в фильмах. Он снимался, актер снимается в фильмах, да. Ну, да, это понятно. Так. Так, он американец. Так-то нет, но да. Он снимался с Шварценеггером в каком-то из фильмов. По-любому. Не видно, можно еще раз. И он еще латентный гей. Шутка. Ага. Шутка про гея, шутка. Про латентого тоже. Ну, что, знакомое лицо, блин, я не могу вспомнить вообще. Четыре шутки про Шварценеггера. Подсказочки есть. Куда подсказки? Ты можешь задавать миллион вопросов. Я мог этого чувака загадать у себя в голове и даже не показывать тебе. Я просто даже не знаю, какой вопрос задать по поводу него. Лицо вообще не могу вспомнить. Хотя что-то есть смутные какие-то. Почему ты заговорил про Шварценеггера? А, стоп, это... Потому что, не знаю, он похож на какого-то героя боевиков, наверное, в будущем. Так. Назови его имя и фамилию. Срочно, срочно. Ну, посмотри, сколько людей ждут тебя. Я понимаю, да. Сложный какой-то чувак, блин. Значит, он снимался с Шварценеггером, так? Он... По-любому. Ну, получается, да. Он... Не американец, но американец. Короче, эти патлы так и будут здесь ездить вообще. Отвлекать нашу съемку, блин. По-хое дело, надо соскочить отсюда. Где уже полито, да. Да, красава, где полито. Где полито и полито. Шевеликуют нам. Где же колония. О, смотрите, там тоже что-то снимают, блин. А! Суки. Твари, твари, нашли время, когда поливать здесь, блин. Всю жизнь не поливали, сейчас приспичило им поливать. Что за люди, блин. Так, ну... Ну, варианты быть, какие давай. Да, какие-нибудь варианты, может быть. Нет, так ты... Знаешь, кто это? Кто? Хочешь, на ушко скажу тебе? Да. Это же Варснегер. Да ладно. Ну да. То есть, они засчитываются, да? Какого хрена? Ты не сказал его имя. Да. Все честно? Да. Скажи что-нибудь плохое подписчикам. Ну, всем счастья, здоровья. Это хорошее. А плохое? Чтобы все проиграли, наверное. А что проиграли? Вопросы за бабосы. А ты смел о передаче «Что, где говно»? Неа. А зря. Здорово, отец. Простой. Сколько тебе годиков? Мне 20. Иди сюда. Мне 28. На вид 48? Ну. Что так? К сожалению. Что так все погано? Не знаю. У тебя катили... У тебя слезы на глазах. Солнце? Это ветер. Ветер, слезы. Ветер, слезы. Плохие шутки. Плохие шутки? Ну да. Сегодня 1 апреля. А, сегодня 1 апреля. В натуре. Так, как зовут тебя? Меня зовут Иван. Я так и думал, кстати, Иван. Чем ты занят по жизни? Я конструктором работаю. И что ты конструируешь? Все. Героем какой сказки является Бармалей? Так. Ну-ка давай конструктор. Бармалей. Наверное, это про доктора Болита. Все верно. Что значит эпатировать? Эпатировать это значит вызывать какие-то эмоции намеренно. Ну, допустим, эпатаж. Эпатажная внешность. Какие эмоции? Вот, например, я сейчас говорю тебе, что ты меня эпатировал. Братан, ты вот меня эпатировал. Какой синоним можно к этому слову? Удивление. Ну, приятное. Поразить. Поразить. Рубрика. Какая рубрика? Возможно, молодое лицо. Но ли хлебло. Итак, что это за человеческий детеныш? Напомню, что ты можешь мне вопросы задавать, а я могу говорить да или нет. Так, да, я понял. Ну, если ты будешь вот это тянуть кота за яйца, мы перейдем к следующему игроку. Это молодой человек? Да. Ну, как молодой, блядь? Ну, это мужик. Ему сейчас за 60? Да нет. Это россиянин. Это американец. Американский актер. Оскар у него есть? Я не знаю. Я бы дал, конечно. Он в юмористических фильмах снимается. Снимался. Я не скажу. Да у них до хера фильмов, у этих актеров голливудских. Они же везде там снимаются, братан. Да. Не могу ответить на этот вопрос точно, понимаешь? Поэтому задай как-нибудь по-другому. Это может быть Джордж Куни? Нет. О, я придумал. В рубрике прохлебало. Если вы три раза называете это имя неправильно, то все. Первое имя ты уже назвал. Да. Понятно. Мало ли там, что вы смотрели. Это мое шоу. Делаю, что хочу здесь вообще. Кто здесь? Что-то... Ну, давай вопросик-то задавай. По поводу возраста. Ему... Так, еще раз. 50? За 50. Наверное, не за так. То есть он старый. Достаточно. Ну, что он не старый? Старый – это 90. Он... Рост его за 180. Что же мне? Задашь вопросы, блин. Нет, наверное? Чтоб не гасло. Хотели на 2 часа видоса? Получите на 2 часа видоса. Продолжаем, Иван. У кого есть секундомер? Все, теперь на эту рубрику ровно 3 минуты. Неужели нечего задать себе? Ладно, давайте... Что-то нет. Какой-то сложный парень. Это Роберт Дауни, младший. Все. Ты расстроился? Нет. Главное участие. Ай, красавчик ты! Посмотри на него! Эй, дай все посмотрят на него. Кто здесь? Как зовут тебя, брата? Решат, Решат. Ай, младец. Подсказок много будет тебе, брата. Ванек, ну куда ты ускакал-то? Иди сюда, подожди, прощаемся с тобой. Убежал уже, расстрелся. Подержи. Давай. Можешь пока что-нибудь там передать кому хочешь? Офигеть. А, все-все-все, я понял. Ну, всем привет. Привет. Все, я все понял. Повторяться не буду. Счастья, здоровья всем. Ну, еще же подписывайтесь. Жмите колокольчик, ставьте лайк. Ай, молодец, Ванек. Все красиво. И все будет еще лучше, мужики. Давай, спаситель, иди ко мне, родной, иди сюда. Ну, что, как ты, брат? Отлично. Да? Откуда сам? Сам. Как сказать, правду сказать? Да на ушко можешь сказать, брат. С Узбекистана. А, да? А что ты? Так всем не можешь сказать, откуда? Да могу, почему? Говори. Я с Узбекистана. Красавчик, братан. Что, сразу пошла вода горячая, да? Нет, нет, нет. Или потрепимся еще? Потрепимся. О чем? О чем? Я тебя давно смотрю. Ну, как давно? Месяца четыре. Наткнулся на тебя. Я недавно, братан. Да, недавно. И я тебе пишу в директе, ты не отвечаешь. Да я никому там не отвечаю, братан. Чем занимаешься? Я работаю на заводе. А я блогер, братан. А я тоже блогер. Да? Да, у меня есть свой канал. Давай всем расскажи про канал свой. Веду дегустацию, обзоры, готовлю сам. Именно вот узбекскую кухню. Ну, у меня есть там рецепты, обзоры. По заведениям хожу в Санкт-Петербург. А, я помню, я помню, точно. Ты мне писал, я смотрел. Да? Да, да, я реально смотрел. Спасибо. Лайк поставил, хотелось бы. Да, скажи, как называется вся эта твоя. Ричел Митчелл. Инстаграм Ричел Митчелл, да. Все, вот ты прям здесь поставлю. Ричел Митчелл будет. Могу показать сейчас? Покажу, если видно будет. Может, не видно. Ну, покажи, чтобы я видел, давай. Ну-ка, ты посмотри, видно Ричел Митчелл? Ни хрена не видно. Ну, ладно, все будет нормально, не переживай. Иди сюда. Из какой сказки эти слова, брат? У меня зазвонил телефон, кто говорит, слон? Ну, ё-моё. Я помню, да. Я даже мультик смотрел, по-моему, такой. Когда маленький был. Кто автор? Корней Чуковский. Чуковский автор. Си его произведения. У меня зазвонил телефон. Кто говорит, слон? Блин, название сказки надо сказать, да? Да, да, да. Вариантов нет. Ты говорил, подсказывать будешь. Могу придумать? Давай. Давай. Итак, слон, Африка, телефон, звонок. Да, там львенок будет на острове, что ли он? Нет, там львенка точно не будет. Нет? Какие я варианты сказал, я уже не помню. Слон, Африка, телефон, звонок. Как мог, братан, я тебе все красиво нарисовал. Да, наверное. А здесь ты мне подсказал, именно вот слова и названия есть в этих словах? Конечно. У тебя есть сейчас четыре слова. Давай еще раз, пожалуйста. Слон, Африка, телефон, звонок. Африка. Наверное. Африка, она женщина. Знаешь, я сегодня, наверное, не очень хороший человек. Почему? Да. Ну, обычно я так стою, народу никого нету, какой-то размусолим. А сейчас очереди, ты хочешь. А сейчас, да, столько народу. Понимаешь, вдруг кого-то не окучи, люди пришли обидеться, расстроятся. Нет, нет, я понимаю. Конечно, конечно. Поэтому, ну, раз, ответил неправильно, да? Да, да, давай, да, все честно. Кобель Васик, как говорил мой дедушка. Конечно, да. Что-нибудь пожелаешь, скажешь хорошего кому-то? Берегите себя и близких. Вот. Всем здоровья. Вот и все. А ты далеко, братан, не уходи, хорошо? Если еще, да. Обязательно. Я хочу с тобой сфоткаться еще потом. Да, давай сфоткаемся. Ну, попозже сейчас срепься. Или сейчас вдруг ты сейчас пойдешь. Нет, да, без проблем. У меня сегодня выходной вообще. Я могу. Все, братан. Я хочу тебя даже пригласить. Ай, в узбекской кухне хочу. Почти плов буду. Уф, уф, деревня хочу. Питер. Прикольно. Ну, еще потрещим. Давай. Кто пойдет следующий? Скажи, мы же здесь. Здорово. Вот так вот? А можно вот так? Вот так вот, да? А ты сюда иди, смотри. Чтоб нас видно было. А почему они все перешли в другую сторону? Потому что, наверное, солнце. А, солнце глаза лепит. Как зовут, говоришь? Ромарио. Ромарио, это ты... Чего-то поближе ко мне. Ромарио, это ты сам придумал? Да. А так, Роман. А что ты решил поволомываться? Ну, Рома как-то просто. А так, Ромарио. Ну, ладно, Ромарио. Ты чем вообще занимаешься-то на досуге? Хобби. Работаю. Хобби – это работа? Нет. Работа – это работа, а хобби – это хобби. Что за работа? Работаю на табачай фабрике. Сам ты куришь слишком? Нет. А покуриваешь зеленушку? Нет, нет, нет. А что так? А зачем? Кто-нибудь курит? Дурь. Здесь. Есть такие? Да, мусти. Что такое инфузория туфелька? Это что-то из биологии, не что-то из биологии. Это инфузория туфелька. Бактерия? Варианты давай тебе накинуем. Варианты видов – это бренд обувного магазина «Созвездие», «Океаническая рыба» либо «Одноклеточный организм». «Одноклеточный организм». «Совершенно верно». Какой молодец ты у нас, Ромарио. Вопрос номер ту. Это единственные две части нашего тела, которые продолжают расти, когда заканчивается рост всех других частей тела? Волосы. Опустим волосяной покров. Помимо него еще есть. Две части тела. Две части тела. Как все-таки волосы… Можно назвать волосы частью тела? А кто его знает? Отчасти. Мужик один есть, прожил до 130 лет. Глядя на него, можно сказать, да, ребята, эти две части тела действительно растут. Удивительный вообще вопрос. Удивительно. Такой вопрос, который… Над которым задумываются. Да, да, полюбас. Две части тела. Полюбас. Удивительно. Полюбасом. А прежде чем этот вопрос найти, ты знал сам на него ответ? Нет, конечно. Зачем мне это знать? С подковыркой, из-под выпадки. Ковырочка есть, ковырочка есть. Ступор такой. Предположение, предположение. Две части тела. Ну что, братиш, все это так, больше ничьких вариантов, ничего не хочешь. Просто будешь стоять и молчать сейчас. Нет, надо подумать. Руки-ноги? Нет. Это мы бы уходили так. Ладно, из-за того, что ты такой… Не болтун. Я тебе наушку скажу. Язык? Наушку скажу тебе. Это нос и уши. Как же они растут? Если они принимают изначально форму… Ты не умничай, давай. Давай же. Что, расстроился? Нет, просто интересно узнать ответ. Можешь что-нибудь сказать в камеру туда? Скажу вот в эту балду, как ты постоянно говоришь. Что же. Читайте книги, смотрите классные фильмы, выходите на улицу. Весна, погода классная. И участвуйте в викторине ЖЭКе «Вопросы за бабосы». А, ну подписывайтесь там, пробивайте бубенцы там и так далее. Салям алейкум, чираган. Как зовут тебя? Ира. Игэн? Игышка? Игышка. Ах, что рассказать. Мне 30 годиков. Я сейчас не работаю, потому что я беременна, жду ребёночка. Это заметил. Да. Вот, с радостью всегда смотрю видео. Чему-то учусь. На какие-то вопросы стараюсь ответить. Ну, надеюсь, сегодня повезёт, не знаю. Передаю микрофон. Микрофон. Давай. Просто все вопросы закончились. Я сейчас соображаю, что мне делать дальше. Что делать дальше? Итак, ладно, очень сложный вопрос. Если жительница Гавайских островов кладёт цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что? Либо то, что она замужем, либо то, что она свободна. Есть варианты. Тупо для красоты. Давай. В поисках кавалера у неё траур, она уже занята. Представь всю туевину. Ты идёшь по Гавайям, идёт цыпа, вот с вот этой вот на правом ухе у неё букет. И это реально означает что-то из того, что я только что озвучил. Может быть, то, что она занята? Тупо для красоты. Она в поиске ковбоя, у неё траур, она уже занята. Не для красоты, точно. Либо она занята, говорю, либо она, наоборот, свободна. И тем самым даёт знак, что смотрите. Может, тогда свободна? В поисках чувака. Да. Чем больше у неё вот этих зарослей, тем больше она хочет, чтобы... Вид показывает, да. Что-то у неё поменялось в личном. Зацвела. Да, зацвела. Девчина. Всё время забываю. Угадай, молодое. Хлебало. Так, можно задаваться вопросом? Ты задаёшь вопрос, я говорю, да, нет. Так, это русский? Нет. Ему меньше 50. Наверное. Это актёр? Да. Знаменитый? Очень. Вот бы его... Вот так вот я не узнаю. Так, можно ещё, да, вопросик задавать? Да, задавай, конечно. В фильмах снимался. А разве актёры снимаются в фильмах? Ну, скажешь тоже. Конечно же, конечно же снимаются. Так, его многие знают? Да. Так, разрез глаз. Маленькие губки. За последние годы он снимался? Да. Он традиционной ориентацией? А это уже вопрос. Хороший. Говорят, что нет. И говорят, что да. Так, американский актёр. Не-не, разделились. Американский, да? А это не тот, который в фильме «Стекло» снимался, нет? Его знает весь мир. Весь мир. У него есть Оскар? Есть. Он снимался с Леонардо Ди Каприо. Вы, короче, все прикалываетесь. Все, короче, лепите одно и то же сегодня. Не видно. Какая разница, с кем он снимался? Да, просто у меня с одним фильмом он ассоциируется, а я фильм не могу вспомнить. Типа «Остров проклятых» вот что-то такое. Кто это? Кто это? Это актёр. Знаменитый. Причём здесь Ди Каприо? Нет, я спрашиваю, с ним снимался он? С ним? Да. Мне невозможно ответить на этот вопрос. Если он шизофреник, то да. Да, он снимался с ним. Я не знаю. Это очень для меня странный вопрос. Он тёмненький или светленький? Тёмненький или светленький? Тёмненький? Тёмно-светленький. Это очень сложно. Короче, смотри. Вон Пашка. Смотрел на Шварценеггера и знаешь, что говорил. А он, говорит, снимался со Шварценеггером. А это Лео, что ли? Ничего себе. Такого права не узнать. Зато ты узнала, что он с ним снимался. Он расплющенный какой-то. Что получится, если сплавить медь с оловом? Вариантов ответов нет, да? Медь, олово. Нет, конечно. Я вас сливаю всех по-жёсткому. Медь, она красная. Медь и олова. Да. Медь, она мягенькая, красненькая. Олова, она пожёстче. Я предлагаю, чтобы нам больше думалось и лучше думалось, мы поменяем локацию и вот так развернёмся вот так. Пускай побегают там сзади. А, я не собираюсь, мне кажется. Медь и олова. Медь и олова. Так, какие у нас металлы есть? И всё из головы вылетает. Вот, правда, когда на вопросы пытаешься ответить. Так, алюминий, платина, золото, какое-нибудь, ну, серебро, не серебро. Это уже драгоценный металл. Железо. Я могу знать этот металл, интересно? По-любому, по-любас. Медь и платина, медь и платина. Что в мете платина? Ещё раз, что? Медь и олова. Олова, платина. Нет. Железо. Нет. Алюминий. Нет. Не знаю. Бронза. Вот и всё. Желаю всем успехов, удачи. Читайте побольше. Прикосновения. Спасибо большое. Да не за что. Как делишки? Отлично. Как зовут? Юля. Юля Козюля? Да. Что расскажешь интересного про себя, пока я тут думаю, что нам с тобой делать? Собиралась я с сыном прийти. Он очень рвался, поэтому послал меня, потому что застеснялся. Говорит, мам, ну ты должна сходить. Поэтому я здесь по его поручению, так скажем, выполняю миссию. Привет, сынок. Это прекрасная миссия, но дело в том, что у меня абсолютно закончились все вопросы, поэтому остался последний вопрос. Надеюсь, Юля, ты... Он на тысячу? На него не ответил. Да, он на тысячу рублей сразу. Как называются элементарные частицы света? Ой, я не знаю. Отвечаешь на него, и всё, тысяча рублей. Ну, какие-нибудь там люксы, атомы, я не знаю. Вопрос на тысячу рублей, я не шучу. Вот один вопрос. Один вопрос. Свет. Да. Как называются элементарные частицы света? Частицы света. Частицы света. Но они не могут быть атомами? Нет. Ионами. Нет. Ну, признаюсь по чесночку, что я не такой умный, как кому-то кажется. Хотя всем кажется, что я тупорылый. Я много чего не знаю. Но почему-то именно это я знал. Но какие-то подсказки нет. Так, а какие тут подсказки-то могут быть? Протоны. Ну, слушай, ничего себе. Фотоны, может быть. Да, всё верно. Ой, я передаю всем привет. Всем, кто меня видит. Не болейте коронавирусом. Показала, да? Да, я болела. Скажи, как это было. Отлично было. Вообще, переболела очень легко. Поэтому я желаю, если кто-то заболеет, переболеть легко, без последствий. Ну, и, в общем-то, давайте, держитесь. Без человеческих потерь, так скажем. Спасибо. Не зря пришла. Не зря. Не зря. Ну, всё тогда, как говорится, Пуэрто-Марто, Тересита. Итак, дорогие друзья, я исчерпал весь лимит своих вопросов. Кто знал, что припрётся, блин, столько народу? У меня ещё есть второе шоу. А можно во второе перейти? А? Что во второе? А можно перейти сразу? С первого во второе. Во второе шоу? Музыкальное. Я предлагаю просто всем поучаствовать во втором шоу. Давайте сюда идите. Все, ну, всей толпенью. Какого хрена, блин, мы сюда все приперлись. Пёрли сегодня в этот холодный, солнечный, питерский день. А можно селф сразу? Конечно, давай замутим сразу, не отходя от кассы. Ещё микрофон такой у меня коротенький. Уже тяну уже сюда себе. Микрофон привычки. Всё, спасибо. Мне нужна подготовка сейчас. Я должен поменять аккумулятор, все дела. Сейчас заканчиваются вопросы за бабосы. В конце этого видеоролика пишите хорошие какие-нибудь добрые вещи и слово. Какое слово? Пацана. А? Пацана. Ещё раз. Пацана. Пацана? Ну да, песня такая. И слово пацана. Пишите слово пацана. Как тебя зовут? Настя. Здорово. Настёнка, спасибо тебе. Мудрые, хорошие вещи какие-то. Почему вещи? Слова пишем. И слово пацана. Всё, всем подписывайтесь на этот канал и ставьте кого? Лайки. И переходим, естественно, на другой канал, где будет шоу под названием Музы Кака. Музы Кака, всё верно, охренеть. Люди знают, да что такое Музы Кака. Всё, ребята, сейчас перекур. Макунга. 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 Кунга.